всем привет даже не буду спрашивать вы как себя чувствуете ну что после таких разминок я думаю что все хорошо вы энерджайзеры просто я думаю когда вы успокоитесь уже у вас все когда домой приедете я понял хорошо столько много интересного материала столько много слова сколько много информации я думаю что вы тоже получаете откровение каждый спикер я думаю что он что-то приносит понятно что может быть всего взять мы не сможем это сложно знаете когда я бываю на конференциях каких-то обычная раньше я все время конспектировал писал там такое сейчас обычно когда я бываю на конференции я сижу и слушаю и фиксирую только то что вот на данный момент для меня важно что бог не говорит показывает и так далее но всегда после конференции обычно я переслушиваю все не один раз переслушиваю анализирую молюсь и так далее но каждого есть свои какие-то привычки и своя к это практика кто из вас книги читает а кто их любит читать опять же вот какие книги мы читаем для какой-то цели мы их читаем допустим если я читаю книги я стараюсь много читать у меня такое правило и если я нашел хорошую книгу я всегда мониторю книги я люблю читать книги в бумаге старая на вот потому что когда я читаю книги но я достаточно быстро читаю книгу и если я нашел какую-то хорошую интересную книгу я всегда ее покупаю и даже если она мне сейчас не пригодилась я четко знаю что однажды она мне пригодится эта книга я обычно читаю хорошую книгу читаю три раза первый раз я читаю ее быстро чтобы понять насколько нам не надо второй раз я ее читаю и я люблю черкать поэтому я читаю в бумаге и делать заметки и так далее и третий раз уже если эта книга мне нужна и мне нужен какой-то материал из нее тогда я уже конспектирую я ее расчленяю на какие-то подразделы которые мне нужны для практического применения друзья к чему я это говорю любое слово которое мы с вами получаем она предназначены для того чтобы мы его послушав сказали ну классно круто молодцы аллилуйя но всякий раз когда мы слышим словом хотелось бы чтобы мы брали из этого слова то что бог говорит нам не случайно после каждой проповеди мы с вами молились и говорили дух святой что ты хочешь сказать мне потому что помимо того что бог говорит нам нам нужно взять это слово употребить его чтобы это слово стало частью нашей жизни аминь зачем мы читаем библию просто для информации нет конечно мы читаем библию потому что это живое слово от бога это сам бог и библия эта книга о боге не о нас о нем чтобы мы изучая писание познавали его и посредством того что мы живем по слову божьему преображались в его образ друзья мои бог ничего не скажет такого чего нет в его слове запомните если кто-то тебе говорит что бог мне открыл такое чего ты вообще еще знать не знаешь тайну некую спроси если это в библии если этого в библии нет не трать даже свое время как бы духовно этот человек не выглядел писание это всегда фильтр для любой информации которую мы с вами получаем аминь и так у нас но как бы я так понимаю лидерский такой ретрит на или ну я так во всяком случае понял вот поэтому я все равно буду говорить о лидерстве ну вот в следующий раз может быть если позовут еще раз тогда что-нибудь другое мне напишут в аннотациях и так мы по сути дела вот если мы говорим с вами о лидерстве да вот иногда люди говорят лидерство это для там для кого-то там мы уже говорили с вами о том что лидерство суд лидерство заключается в том что мы ведем людей из пункта а в пункт б да один из элементов видения нашей церкви у нас четыре направления в которых мы движемся развиваемся это сильное христианство сильный семьи сильно лидерство сильное попечительство четыре направления которые мы культивируем постоянно регулярно и так далее кто-то понимает кто-то не понимает ничего страшного по ходу сядут в поезд так вот один из моментов лидерство в чем заключается суть лидерство лидерство начинается не с позиции еще раз хотел бы повторить прошлый раз я об этом немножко говорил лидерство начинается прежде всего с тебя хочешь быть хорошим лидером начни с себя потому что если ты не в состоянии организовать свою собственную жизнь куда ты кого-то поведешь если ты не в состоянии организовать свою собственную семью куда ты кого-то поведешь понимаете да хочешь быть хорошим качественным сильным лидером начни с себя потому что бог дал нам жизнь и жизнь имеет много составляющих и мы говорили с вами о культуре культура дает некие определения ценностей в твоей жизни мы здесь говорим пастор чистоф он говорит о времени об отдыхе о здоровье друзья мы мы с вами являемся лидерами для вот этих всех составляющих как ты относишься к своему здоровью как ты относишься к своему времени как ты относишься к своему эмоциональному состоянию и т.д. и т.п. я не буду повторять все уже тут сказали без меня просто напоминаю но если мы с вами говорим о лидерстве друзья то опять же повторюсь это не только влияние но и перемещение людей сегодняшней реальности в лучшее будущее ты скажешь но я не веду такого большого количества людей послушай каждый из нас каждый из нас является лидером каждый если ты живой ты уже лидер потому что жизнь подразумевает руководство и ты хотя бы себя должен вести из сегодняшнего состояния в лучшее если ты женат у тебя есть жена как минимум которую тоже нужно вести из сегодняшнего состояния в лучшее чтобы она четко понимала что ты ее к лучшему ведешь если у тебя есть дети то же самое так или нет но друзья мои даже если у тебя нет ни жены ни детей ни мужа ни родины ни флага все равно хотя бы на одного человека но ты влияешь хотя бы на одного потому что мы не живем на необитаемом острове даже если бы ты жил на необитаемом острове ты бы все равно общался потому что знаете с кем мы больше всего общаемся сами с собой мы можем себя убедить переубедить вдохновить убить мы друзья мы талантливые лидеры и то кто то есть на сегодняшний день говорит о твоем лидерстве ты сам себя туда привел ну ладно это не отстаивание каких-то своих позиций не просто руководство не просто разлагольствование это движение вперед вот мы все с вами находимся на разных этапах лидерства судя потому что я вам уже накидал у вас уже что-то заработало в голове и вы уже начали анализировать где я ответьте там звонят по вайберу или по скайпу что и так мы все находимся на разных этапах лидерства кто-то в начале и у вас дрожат колени у вас большие сомнения и страхи вы задаете себе вопрос смогу ли я второй уровень кто-то находится в середине процесса и вы задаете себе другой вопрос выдержу ли я то есть мы понимаем что наш бак наполовину пуст пастор чистов говорила баки с помаранчевой кнопкой лампочкой пардон я вот смотри ну глядя на себя я понимаю что я не в начале пути я уже в пастерстве больше чем я жил до этого слава не слава богу ну наверно за все слава богу но процесс непростой понимаете и и естественно в такие моменты ты задумываешься дойду ли я за как у вас но у меня такие мысли периодически бывают дойду ли я я уже 26 лет пастор в среде но полпути наверно прошел вообще вы знаете как в пастерстве там год за пять люди столько не живут по горячей сетке но есть другой другой уровень лидерства и кто-то находится в конце пути и там в конце пути люди задают другой вопрос смогу ли я пересечь финишную черту главное не только участвовать в забеге главное пересечь финишную черту смогу ли я передать церковь организацию общину следующему лидеру и что ждет меня дальше знаете бывает так что человек бежит но бежит один бежит красиво но один мощно но один впечатляюще но один но ты не сможешь бежать всю жизнь я понимаю что есть пастора которые мечтают умереть за кафедрой я не знаю мечтает ли об этом церковь я помню у нас было одно пасторское выездное и мы там рассуждали на эти же темы и один брат он из черновцов он говорит у нас в союзе он из пятидесятического союза где-то какая-то церковь там в не в небольшом городке или селе я не знаю и у них пресвитер ему восемьдесят шесть лет и всякий раз когда у них причастие он берет чашу с вином чтобы помолиться вся церковь концентрируется не на господи а на том чтобы он не перевернул ничего потому что его ну возраст вы понимаете да есть вот эти вот темы и ему подошли я уже не помню как его звали там василий петрович назовем его так и ему говорят брат дорогой старейшины церкви ему говорят пожалуйста ну давайте мы уже передадим ваше служение другому брату ну мы уже переживаем за вас реальным большое спасибо за ваше служение и он говорит и какому вы брату передать это все собираетесь и они говорят ну мы подобрали вот кандидатуру хорошую пастор такой будет пресвитер и сколько ему лет и 65 он завалит всю работу он слишком молод реальная история друзья мои неважно на каком этапе ты находишься на каждом этапе ставки слишком высоки и решения которые мы принимаем очень серьезные мы можем посмеяться мы можем поулыбаться это нормально потому что ну как бы смех улыбки добавляет нам здоровья это хорошо описание об этом говорит но вместе с этим решения которые мы принимаем они очень и очень серьезные я хочу чтобы вот это время которое мы вместе с вами проведем буквально немного времени помогло нам укрепиться принять может быть правильные решения дать нам силу двигаться дальше получить ответы на какие-то вопросы и так далее я думаю что как минимум вот процентов десять которые присутствуют здесь сегодня у вас есть желание бросить все чем вы занимаетесь я я сейчас не буду говорить подымите руки процентом десяти наверное я по минимуму так беру тем кто сидит здесь нужно хорошая встряска а кому-то нужно вдохновение чтобы им сказали все хорошо иди дальше все нормально все не так плохо как тебе кажется поэтому друзья мои самое важное в лидерстве это смирение об этом тоже очень много говорили но это добродетель она не популярна на смирение на кротости далеко не уедешь но иисус христос сказал научитесь от меня ибо я кроток и смирен он не сказал научитесь у меня крутизнея он не сказал научитесь у меня там чему-то там грандиозно великому то к чему обычно все стремятся но эти добродетели кротости смирения они не популярны но они архиважны фундаментально важны именно смирение дает нам возможность осознать свою ограниченность друзья хотите я открою вам страшную тайну мы все с вами ущербные не провозглашаю этого друзья мои без бога у нас нет никаких шансов более того господь именно поэтому и пришел потому что ни у кого из нас не было никаких шансов мы все не идеальны мы все не на сто процентов способны и поэтому мы говорим о командном служении мы все не имеем вот всех даров я понимаю что когда вот знаете было время когда пошла тема пятигранного служения она была очень популярной я иногда читал аннотации некоторых служителей и у них там такой перечень старший пастор церкви там такой там с апостольским даром мощно двигающийся в пророческом помазание потрясающий учитель и евангелист но уже написали бы иисус христос проповедует у нас на конференции ну зачем дурью мается простите за мой греческий ну писание написано одним он дал одно а другим он дал другое ну как бы ну зачем передергивать друзья мы не можем быть специалистами во всем но так не бывает значит если у меня есть хороший бухгалтер вот у меня на предприятии есть хороший бухгалтер но я не говорю ей Юлия Михайловна ты такая классная такой классный бухгалтер давай ты мне зубы лечить будешь и машину ремонтировать будешь и борщ дома готовить ну может она и может там у нее муж стоматолог может она и может сверлить дырки в зубах вы понимаете о чем я говорю мы иногда идеализируем такой хороший помните я говорил о пасторе всем кажется что пастор все может пастор может пастор может все что угодно плавать брасом спорить басом вы поете вы поете другую песню спят усталые раввины а в других церковях другое поют понимаете пастор может только мамой не может быть то есть мы понимаем что где то все таки у него слабость есть то есть сто процентов грудью кормить не будет поэтому друзья мои Смирение дает нам возможность осознать свою ограниченность, беспомощность, нужду в помощи и в обучении Именно смиренным Бог дает благодать Гордым Бог противится Смиренным Бог дает благодать Без которой ни у кого из нас шанса просто нет Не надо бояться признавать свое несовершенство Как только ты начнешь понимать, что ты несовершен, это хороший старт для чего-то классного Чем дольше ты будешь думать, что ты полнота, наполняющая все во всем Огонь огненный У тебя не будет никаких шансов Ты будешь один красиво бежать Лидеры вооруженные смирением могут учиться у кого угодно Если мы научимся уважать тех, кто находится вокруг нас Это даст нам потрясающую возможность учиться и расти Выбирая Вбирая, правильнее сказать, вбирая в себя опыт других людей Когда мы собираемся вместе, когда ты встречаешься с людьми, которые круче тебя Не надо завидовать, просто посмотри, что ты можешь взять для себя Не надо сравнивать себя Не надо подражать Потому что мы часто тратим огромное количество времени Моляясь Богу и прося у него дары, которые Бог дал другим Вместо того, чтобы потратить немного времени и узнать у Бога, что он дал вам И стать специалистом в том, что Бог дал вам Я понятно объясняю? Потому что когда ты все время мечтаешь о дарах, которые есть у других людей Ты все равно разочаруешься Потому что Бог тебе уже все дал Ты уже особенный в его глазах У тебя уже есть дары и таланты Я понимаю, что некоторые говорят А как же ревнуйте о дарах? Вот я об этом и говорю Ревнуйте о дарах И если у тебя есть дары, ревнуйте о том, чтобы они работали Они просто лежали на полке, пока ты завидуешь другим в их дарах Ну, как-то так, хорошо Я помню однажды Билл Хайбеллс Знаете, да, такого служителя? Слышали, да? Однажды Билл Хайбелл сдал 8 важнейших функций лидерства Он говорит, я изучал, я молился Вот я пришел вот к таким 8 пунктам Очень крутые вещи Он говорит, если бы каждый лидер это взял и делал Он был бы на 100% успешным Хотите я вам так быстро? Мы не будем их обсуждать по определенным причинам Но первое, мы уже говорили бы так Определение видения Важно, чтобы каждый лидер определил свое видение Второе, построение команды Построение команды Третье Мотивация и вдохновение Четвертое Разрешение проблем Потому что там, где люди, там всегда что-то надо решать Пятый пункт Изменение менеджмента Изменение менеджмента Вы знаете, все вокруг нас движется вперед И часто вот, когда ты смотришь на церкви Ты думаешь, что вот что-то остановилось Друзья мои То, что происходит вокруг нас Это не значит, что церковь должна подражать тому, что происходит вокруг нас Просто церковь должна говорить на понятном языке И когда мы говорим о менеджменте Менеджмент это не святая корова Священная корова, извините Это просто инструменты Для строительства Божьего Царства Вот и все И они могут видоизменяться Есть программы, которые уже не работают Их давно надо похоронить Есть служения, которые уже не актуальны сегодня О них надо забыть Не значит, о людях надо забыть Но помочь людям перейти И сделать апгрейд Вот мы очень практичны в простых жизненных вещах Но в христианских вещах мы иногда как аборигены Не буду даже комментировать Шестой момент Определение ключевых ценностей Ну а мы об этом говорили все эти четыре дня Определение ключевых ценностей Седьмое Распределение ресурсов Правильное распределение ресурсов И восьмой момент Развитие молодых лидеров Развитие молодых лидеров Вот Билл он тогда говорил Он верил, что если лидеры освоят эти навыки Они достигнут головокружительных успехов Но потом Впоследствии, где-то через 20 лет Наблюдая за тем Как Кто-то достигал успехов И кто-то разваливал свои организации Терял свои команды Становился частью серьезных конфликтов Пришло понимание, что не всегда Когда ты даешь четкие, правильные вехи И тезисы Это однозначно будет работать Для всех одинаково Друзья, вот все эти пункты Они классные Вы можете их взять и использовать Их не только в жизни церкви Там общины Домашней группы Служения Но в бизнесе своем Вы можете брать и использовать Эти же функции Они классные Они неплохие Но вы знаете Есть вещи, которые Помимо вот этих вот прописных Каких-то истин Есть вещи, которые являются Внутренними Процессами Именно которые Могут помочь тебе Быть успешным в этом Или наоборот Все развалить Знаете, вот можно взять Одну и ту же истину И один человек С этой истиной Сделал что-то классное А другой развалил Все, что было Знакомая тема? Вот давайте с вами Немножко поговорим О неосязаемых Аспектах лидерства То, что сложно пощупать То, что сложно Померить линейкой То, что сложно посчитать Но они Фундаментально важны Вам интересно это? Вот давайте Быстренько пробежимся Первое, что я хотел бы вам Предложить Это упорство Не упёртость А упорство Не путайте В одном из исследований Обнаружили, что Часто люди Не блещущие талантами И с не очень высоким IQ Добиваются Больших результатов Понимаете, вот У нас как-то В Украине Не сильно развита Тема аналитики Опросов Каких-то Исследований Статистик У нас в основном Статистика Только под выборы Существует Да? Вот как бы Вот у нас Слово статистика Говоришь там Или аналитика Что у нас в голове Сразу всплывает Выборы То есть мало Кто анализирует Какие-то текущие Процессы Особенно в церкви Так вот Когда В Америке Есть целые Организации Которые Которые Занимаются Исследованием Только Исследования Это некие Факты Которые Говорят нам О сильных Слабых Сторонах Процессах Которые Мы проходим Уровни наших Верований И так далее Вот проповедуешь Проповедуешь В церкви Проповедуешь А потом вдруг Обнаруживаешь Что у людей Какие-то совершенно Другие взгляды На многие вещи Как это определить Никто же тебе не придет И не скажет Ну есть особо Особо Ревностные Которые могут Тебе Вывалить Все что думают Так вот Оказалось Что величайшим Фактором Успеха Является Упорство Энтузиазм Неотступность Причем В долгосрочном Порядке Вот Смотрите Иисус Избрал Учеников Скажите Пожалуйста На какое Время Он их Избрал Что? Это не Каверзный Вопрос Это Обычный Нормальный Вопрос Навсегда Спасибо Некоторые Думают Что он Избрал На три Года Только Пока он Был в Служении Понимаете И потом Он сказал Нормальные Вы ребята Но я Пошел Домой А вы Тут Как Хотите Нет Иисус Сказал Потрясающие Слова Я Иду К Отцу Что Сделать Приготовить Место Для Для Вас Но Пока Весь Этот Процесс Идет И пока Вы На земле Дух Святой Придет И будет С вами И поможет Вам Жить Новой Жизнью Которую Я вам Дал Понимаете Да Поэтому Уборство Это Неумолимое Долгосрочное Чувство Стойкости Несгибаемая Воля На протяжении Десятилетий Вот Я Вырос В церкви Покаялся В церкви Родился Свыше Пережил Крещение Духом В церкви Мои родители Были в церкви Мои бабушки Дедушки Были в церкви Прабабушки Прадедушки Были в церкви Ну короче Были И Раньше Я помню Когда началось Вот это новое Движение В начале Девяностых Ну у нас В конце Восьмидесятых И Некоторые Думали Это что-то Новое Но на самом Деле Было Мощное Пробуждение И среди Баптистов Было Мощное Пробуждение И среди Пятидесятников Вот эти Волны Пробуждения Они постоянно Двигаются По Христианскому Миру В разные Времена На разных Территориях И так далее Вот харизматическое Движение Вот тогда На тот момент Нам казалось Что мы Круче нас Нет У нас Было Понимание Такое Вот была Первоапостольская Церковь Потом Свет Выключили И включили Когда мы Появились И мы Ответ На все Вопросы А все Остальное Это был Бред Религиозный Но по Мере Взросления Я начал Понимать Ух ты Кино Там Да Видать Я грустно Проповедую Решили Как-то Взбодрить Публику Мультики Включите Томми Джерри Поэтому Друзья Мои Я Я тоже Так Как-то Думал Думал Но по Мере Взросления Знаете Я понял Что Масса Верующих Людей Которые Может Не танцуют Так Как мы Не поют Такие Песни Как мы Не знают Слишком Много Как мы Не Настолько Образованные Не Настолько Продвинутые Но Это Люди Которые Десятилетиями Оставались Верные Господу И К нему Так И пошли Это Люди Которые Отдавали Свою Жизнь За Христа Это То Че Нам И Не Снилось Это Люди Которые Прошли То Что Мы Вряд Ли Пройдем Они Были Достаточно Упорными В своей Вере И Пусть Она Может быть На наш Взгляд Казалась Неказистой Но Это Вера Которая Дала Им Возможность Войти В Царство Божье Понимаете Часто Бывает Так Что Мы Видим В церкви Таких Спринтеров Забежал И Убежал И Ты Смотришь Через Три Года Его Уже Нет Не С Богом Нигде Его Нет А Так Господа Любил Так Любил Друзья Мои Венчает Не Начало А Конец И Показатель Твоего Твоей Духовности И Мощности Не Выкрутасы Которые Ты Выдаешь А Вера В Которой Ты Живешь Из Года В Год Из Десятилетия В Десятилетия Независимо От обстоятельств Которые Происходят Вокруг Тебя Ну Так На всякий случай Иногда Не так Просто Что-то Сдвинуть Вперед Друзья Но Надо Продолжать Это Двигать Пока Ты Не Пересечешь Финишную Черту Иногда Это Что-то Это Мы Которых Очень Сложно Сдвинуть Упорные Люди Напрягаются Друзья Мои До Боли Они Не Ноют Они Не Бросают Начатое Дело Упорные Люди Знают Что Прогресса Достичь Будет Очень Сложно Но Они Верят Что Смогут Преодолеть Любые Препятствия Люди Обладающие Большим Упорством Достигают Большего Независимо От Их Талантов И Способностей Это Сила Упорства Возникает Вопрос Можно Ли Развить В себе Упорство Спасибо Что Спросили Хорошая Новость Да Можно Все Возможно Верующим Упорство Можно Развить Упертость Не надо Мы все Упертые По жизни Но Вот Упорство Можно Развивать Но Плохая Новость Что Врагом Упорство Является Легкая Жизнь Лень И Разочарование Для некоторых Это Нормальное Состояние У нас В принципе В христианстве Теология Такая Что мы Делаем Все Возможное Чтобы Достичь Состояния Когда Ничего Делать Не надо Я не знаю Откуда Эта теология Пришла Полный Бред Причем Эта теология Захватила И христианских Бизнесменов Как мне Начать Такой Мне часто Задают Такой Вопрос Как мне Начать Такой Бизнес Чтоб Ничего Не делать И много Получать Я говорю Ну Некоторые Избирают Тактику Я буду Исповедовать И Некоторые Исповедуют До сих Пор Вместо То Чтобы Пойти Просто Устроиться На работу Для развития Упорства Друзья Нужны Трудности Когда Вы Проходите Трудности Прилагаете Усилия Чтобы Их Преодолеть Не Останавливаетесь И не Сдаетесь Вы Становитесь Совершенно Другим Человеком Почему Христиане Боятся Трудности Я Не Знаю Почему Когда В нашей Жизни Случаются Страдания Нам Кажется Что Бога В нашей Жизни Нет Кто Вам Такое Сказал Почему Когда Нужно Прилагать Массу Усилий Преодолевать Трудности С Верой В Сердце Нам Кажется Что Не Только Бесы Против Нас Но И Ангелы Не Только Дьявол Но И Бог У Нас Срабатывает Синдром Ильи Господи Я Один Остался И Моей Души Ищут Помните Когда Он Бежал Несся Сорок Дней Сорок Ночей Летел Прибежал Весь Запыханный Господь Ему Говорит Че Ты Тут Илья Че Пришел И Он 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 Начинает Рассказывать Че Он Пришел А Господь Ему Не Отвечает У Господа Есть Потрясающая Способность Вот Когда Мы Задаем Ему Вопросы Вы Замечали Что Он На них Не Отвечает Он Начинает Говорить Нам Совершенно С другой Оперы Да А я Объясню Почему Потому Что Мы Задаем Одни Вопросы А Думаем Совершенно Другое И Он Отвечает Именно На То Что Ты Думаешь А Не На То Что Ты Говоришь Мы Думаем Мы Сейчас Как Спросим И Посмотрим Как Он Выкрутится Илья Прибежал И Господь Говорит Че Ты Прибежал Сюда Господь Все Пропало Все Пропало Шеф Гипс Снимают Клиент Уезжает Понимаете Илья В такой Панике А Господь Ему Начинает Говорить Послушай Я Тут В Тихом Вене Он Думает Господи Ты Сейчас О чем Он Ему Три Раза Одно И Тоже Почитайте Еще Раз Эту Историю Господь Ему Три Раза Одно И Тоже И Потом Он Ему Говорит Короче Разворачивайся Иди Назад И Поставь Вот Этого Туда Этого Сюда Хорош Ныть Не Надо Было Бегать Так Далеко Чтоб Спросить Меня Об Этом Но У нас же Тема Нам Надо Поехать К Самому Крутому Помазаннику Чтоб Он Нам Объяснил Все То Что Нам Пастор 40 Лет Объясняет Какой Сегодня Твой Уровень Упорства Задай Себе Вопрос И Померя Его Как Часто Мы Что-то Начинаем Но Не Доводим До Конца Или Делаем Посредственно И Поэтому Не Имеем Успеха Посмотри У себя Дома Сколько У тебя Таких Стоят Штук Различных Которых Ты Оставил Сделать На Потом Нету Да Все Довели До Конца Молодцы Все Повыбрасывали Да Чтоб Глаза Не Мозолило И Не Напоминало Нам Нужно Ставить Перед Собой Сложные Задачи И Решать Прилагая Все Усилия Вот Тогда Мы Будем Совершенно Другими Людьми Какое У тебя Служение Сегодня Все Ли Ты Делаешь Чтобы Быть Лучшим И Чтобы Твое Служение Было Успешным Когда Перед Вами Ставят Задачу Делайте Больше Чем От вас Ожидают И Вы Будете Лучшим В Своем Деле Знаете Вот Есть люди И ты ему Сказал Подмети Вот тут И он Вот тут Подметет А вокруг Извините За греческий Чертишо Не чертыхайтесь Пастор Ну так Вы понимаете Да Что вокруг Может быть Непонятно Что Там Чудеса То есть Мы Чашку Помыли Стол Протерли А то Что У нас Паутина Такая Что Можно На ней Спать Чтобы Развивать Упорство Нужно Общаться С такими Людьми У которых Есть Упорство А не с теми Кто постоянно Ропщит Жалуется И ничего Не делает Пересмотри Круг Общения Пересмотри Своё Поведение Пересмотри Своё Отношение К тому Что Ты Делаешь Дай сам Себе На это Ответ Тебе Не нужна Аналитика Со стороны Не Ищи Причины Оправдывать Своё Бездействие Или поражение Ищи Причины Двигаться Вперёд Не взирая На обстоятельства Если вы хотите Исполнить Видение И увидеть Успех Вам придётся Развивать Упорство И двигаться Вперёд Второй Момент Мы к нему Так Плавно Подошли Самоанализ Упорство Это первый Момент Второй Самоанализ Это звучит Скучно Да По сравнению С видением Построение Команды Стратегии Достижения Видения Самоанализ Не очень хорошая Тема Мы вообще Туда ходить Не хотим Часто Мы это делаем Некой Духовной Сферой Которая Не от Бога Но вы знаете Когда мы Анализируем Свою жизнь Сегодня часто Сталкиваешься С тем Что люди Не анализируют Свою жизнь Своё мышление И так далее Мы недавно С пасторами Рассуждали На тему Христианского Консультирования Попечительства Ну скажем Христианской психологии Как души Попечительства Иисус дал нам Новую жизнь Но мы не всегда Знаем Как жить Новой жизнью И наше Прошлое Диктует Нам Систему Поведения И ценностей Почему мы Говорили Несколько дней О ценностях Система Ценностей В Божьем Царстве Отличается От системы Ценностей Которая Была у нас И нас Иногда Вот эта Система Ценностей Подводит Мы Не Принимаем Правильные Решения Потому что На уровне Вот Своего Подсознания И привычек Мы поступаем Постоянно Одинаково Но Я скажу вам Друзья Что вот Все нуждаются В трезвой оценке Их состояние Мотивов И поступков Все нуждаются Я в первую очередь Кто Кто Тебе Помогает В этом Это Очень Непростая Сфера Не только Для самоанализа Но и для Анализа Со стороны Часто Это Воспринимается Не как Помощь А как Некая Угроза С одной Стороны Мы Не открыты К анализу С другой Стороны Люди Не способны Правильно Говорить И мы С этим Постоянно Сталкиваемся Есть Христиане Которые Такие Правдолюбые Такой Брат Правда И сестра Истина И у них Такие Револьверы 45 Калибра Понимаете И как только Что-то Ты сделал Не так Они их Тут же Достают И И ты Весь В дырках Вот так Это тебе За Христа Теперь Иди И подумай Кому Надо Такое Христианство Вы когда Немчили Чтобы Иисус Себя Так Вел По-хамски Я Ни разу В своей Христианской Жизни Я верующий Уже С момента Своего Рождения 30 лет Как я Родился Свыше Ни разу Господь Ко мне Не пришел И не начал Меня прессовать Ни разу Он со мной Так не Разговаривал Конечно Мы тут же Вспоминаем Он сделал Хлыст И выгнал Всех Из храма То есть Ты хочешь Сказать Что твой Дар Хлыст Друзья Мы должны быть Открытыми Для анализа И вместе С этим Мы должны Четко Понимать Чем Мы можем Помочь Друг Другу Когда Господь Тебе Что-то Говорит Для кого-то Ты должен Десять раз Подумать Прежде чем Сказать Потому что Важна Не сама Информация А Результат Поэтому Важно Как ты Говоришь Что ты Говоришь Где ты Говоришь В какое Время Ты говоришь В каком Состоянии Ты говоришь Лучше Не говорить Чем Говорить И убить Некоторые Говорят Мое дело Ляпнуть Их дело Разгребать И вот В христианстве Распространенное Я могу Вам тут Много Историй Рассказывать Но Времени У нас Нет Когда Мы Начинаем Слышать О Хаосе Или Крахе Какой-то Организации Великая Вероятность Что Этот Хаос Вызван Чьим-то Недостаточным Самоанализом Когда Сегодня Рушатся Служения Когда Сегодня Падают Служители Знаете В чем Проблема Кто-то Недостаточно Себя Анализировал И Кто-то Недостаточно Выстроил Вокруг Себя Такую Систему Чтобы Кто-то Говорил Правду Тебе Знаете Что Сегодня Шокирующий Процент Лидеров Принимает Решение Совершенно Не Осознавая Что Руководствуется Чем-то Исходящим Из их Прошлого У нас У всех Есть Предыстория И Каждый Из Нас Дует На Своё Холодное У Каждого Из Нас Есть Негативный Опыт Раны Шрамы И Мы Часто Рассматриваем Тех Кто Вокруг Нас Через Призму Нашего Прошлого Опыта И Часто Это Мешает Нам Разглядеть Ценности В Других Людях Это Мешает Нам Доверять Это Мешает Нам Ободрять Людей Нам Везде Кажутся Какие-то Заговоры Какие-то Конкуренты Мы Читаем Мысли Которых Нет Мы Делаем Выводы На Ровном Месте Было У вас Такое Ты Обиделся На Кого-то А Потом Пошел Мириться А Человек Вообще Не В Курсе А Ты Весь И Страдался Друзья Если Этого Не Изменить Это Может Уничтожить Наше Лидерство Наши Семьи Дома Отношения Мы Много Сего Сегодня И вчера И третьего Дня Об этом Слышали Так я Хочу Вам Сказать Друзья Внимательно Сейчас Меня Послушайте Это Читайте По губам Неродовое Проклятие Раз Это Подождите Небесы Это Слышите Это Неосознанное Поведение Причины Которого Лежат Далеко В прошлом Я Понимаю Что Есть И бес Я Понимаю Что Есть Проклятие Но Не Надо С ним Бороться Всю Жизнь Ты Не Дункан Маклауд Ну Не Важно Кто Это Ляпнул Не Подумал Простите Друзья Это Нужно Увидеть И Быть Честным Самим Собой Не Надо Все Валить На Бесов Друзья Не Надо Все Валить На Свою Прабабушку Которая Там Заговаривала Бородавки Поэтому У тебя Сегодня Вся Жизнь Наперекосяк Ты Рожденный Свыше Христианин Оставь Свою Бабушку В покое Конечно Если бабушка Тебя Научила Курить И ты Посидень Куришь Ну Надо С этим Разобраться Я Сейчас Не Буду Говорить О Слепых Зонах Но Тема Тоже Классная Знаете Что Такой Слепые Зоны Да Нет Хорошо Быстро Понятие Это Понятие У Автомобилистов Когда Ты Едешь За Рулем У Тебя Зеркало Бокового Вида У Тебя Зеркало Заднего Вида Но Когда Ты Смотришь И Туда И Туда Есть Зона Позади Тебя Которая Не Охватывается Ни Зеркалом Бокового Вида Не Зеркалом Заднего Вида Она Называется Слепая Зона И Когда Ты Делаешь Маневр Вдруг Откуда Не Возьмись Появляется Кто Та Ты Думаешь Воу Ты Кто Так Вот Это Твоя Слепая Зона Жизнь Человека Делится На Несколько Сегментов Первый Сегмент Это Как Сцена В Театре Все Все Знают Что Происходит На сцене И Ты Тоже И Большинстве Из Нас Все Играют Некую Роль Да Вот В жизни Люди Одни Вышли На сцену Петь Они Преображаются Сцена Людей Преображает Кто Стоит И Балдеет Сам От Себя Кто Закрыл Глаза Ему Кажется Что Его Не Видят Кто То Так Улетел Господу Что Забыл Что Еще Кто То Должен Проповедовать Помимо Петь Ну Вы Понимаете Да Что Тут Как То Комплекс Всяких Событий Так Жиз Проповедниками Не Переживайте Иногда Проповедника Легче Застрелить Чем Микрофон Забрать Поэтому Есть Вот Это Вот Это Видимая Часть Нашей Жизни Но Есть То Что Происходит За Кулисами То Что Происходит За Кулисами И То Что Происходит На Сцене Знаешь Ты И Многие Люди Вокруг Тебя Не Все Конечно Но Многие Знают На Сцене Ты Играешь Отелло Ну Или Дездемон Как Пойдет Да А Вот За Кулисами Ты Просто Ваня И Люся У Которых Совершенно Другие Жизненные Проблемы Как Заплатить Кому Науку И Причем Тут Та Дездемона Вы Понимаете О чем Но Есть Такое Понятие Как Слепая Зона И О Слепой Зоне Ты Понятия Не И Не Но Ее Видят Все Кроме Тебя И Не Сцена Влияет На Твою Жизнь И Не То Что Происходит За Сценой А То Что Происходит В Слепой Зоне Влияет На Твою Жизнь Больше Всего Потому Что Эти Моменты Притягивает Внимание Людей Больше Всего Знаете Есть Люди Меня Все Время Все Перебивают И Ты Думаешь Здрасте Приехали По Мому Ты Всех Перебиваешь Хронически И Когда Ты Этому Человеку Говоришь Слушай Это Ты Всех Перебиваешь Что И Все Так А Человек Не В Курсе Это Как Один Из Примеров А Таких Примеров Может Быть Много Как Ты Узнаешь О Своей Слепой Зоне Некоторые Говорят Я Работаю Со Своими Слепыми Зонами Та Сейчас Когда Твоя Слепая Зона Перестает Быть Слепой Зоной Тогда Это Переходит В Разряд Проблем Твоих С Которыми Ты Начинаешь Работать С ними Начать Работа Нужно Понять Что Они У Тебя Есть Знаете Когда Ты Пьешь Кофе С Пенкой Выпил У Тебя Пенка На Носу И Ты Так Всем Рассказываешь Что То И Все Смотрят На Твой Нос А Ты Не Видишь У Тебя Пена На Носу А Ты Сидишь Умничаешь Такой Весь Красивый Пока Тебе Не Скажут Молодой человек У вас Что-то На Носу А Да Или Майонез Вокруг Рта С Кетчупом Ха 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 Но Это Жизнь Друзья Это Не Так Весело Как Вам Кажется Друзья Если Это Не Изменить Это Просто Еще Раз Повторюсь Уничтожит Наше Лидерство Знаете Как Бывает Иногда У Руководителей Каких-то Предприятий Они Любят Говорить Напутственные Речи Бесконечные Такие И все Работники Сидят И ждут Думают Когда Ты Уже Закончишь Или Дети Садись Я буду Учить Тебя Жизни Три Часа Ему Наваливает Блэ И Ребенок Сидит Уже 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 И так Уже И так Телефон То Забрали А родитель Думает Что Вот Это Его Лекция Она Сейчас Изменит Всю Его Судьбу Не Изменит Он Просто Будет Ненавидеть Эти Моменты Общения С тобой Лектор Высказать За это И Помолимся Итак Если У меня Слепые Зоны Как Их Определить Кто О них Знает Лучше Всего Спасибо Что Спросили Во Первых Это Твой Непосредственный Начальник Знает Тебя Как Облупленного Затем Кто Живет Вместе С тобой Работает Вместе С тобой Лучше Всего Обычно Знает Твоя Жена И Твоя Теща Наберись Мужества И Спроси Они И так Говорят Да Ну Ладно Ладно Мы Друзья Сейчас Вы начнете Анекдоты Противочую Рассказывать Не надо Рэпи Говорил Что Анекдоты Нельзя Он Молился Позавчера За тех Кто Анекдоты Рассказывает Самоанализ Друзья Это Очень Важный Аспект Лидерства Это Понимание Того Как Ваше Прошлое Влияет На Сегодняшние Решения Это Критически Важная Информация Это Не Игрушки Как Приучить Себя К Самоанализу Одно Могу Сказать Что Ну Как Это Не Произойдет В Изоляции Поэтому Мы В Теле Начните Задавать Неприятные Для вас Вопросы И Без Страха Принимайте Ответ Тогда Вам Будет С чем Работать Третий Пункт Который Хотел Бы Сюда Докинуть Это Находчивость Скажи Это Вообще Какого Находчивость Каким Образом Это Влияет На Мой Духовный Успех Сейчас Разберемся Находчивость Это Способность К Обучению Друзья Да Люди Имеющие Находчивость Это Люди Которым Все Интересно Они Изобретательны Они Проявляют Инициативу И они Не боятся Сложностей Ошибок Они Экспериментаторы Знаете С чем Сегодня Мы После 30 лет Существования Вот этого Нового Движения Церквей С чем Сегодня Мы Сталкиваемся Что Никто Сильно Ничего Не Хочет Делать Тем Кому Сегодня 45 50 Вот Служителям Мы Уже Где-то Зашли В Зону Комфорта И нам Так Тяжело Оттуда Выходить Нам Уже Не Хочется Экспериментировать Зачем Оно Надо Это Не Только Служение Касается Это Всего Касается Когда Сегодня Сталкиваешься С Людьми Вот Моего Возраста Некоторые Говорят Тебе Хорошо Я Думаю В чем Везет же У Тебя И Это Есть И Это Есть Я Говорю Так А Тебе Что Мешает А Вот Я То Не Там Родился То Не От Того То Не В То Время То Еще Что Нибудь Я Говорю Послушай Какое Это Имеет Значение У Тебя Семья Хорошая Тебе Жена Хорошая Попалась Слышали Когда Такое Выражение Я Не Пойму Кто Еще Кому Попался Че Не Я Ей Попался А Она Мне Типа Я Вообще Болот Стой Она Попалась И Нормально Обидно Да Поэтому Друзья Еще раз Однажды Провели Исследование Что Организации Культивирующие Находчивость В разы Опережают Своих Конкурентов Когда Людям Дают Возможность Самовыражаться И Их За Это Не Калечат Люди Способные К Обучению Продвигаются По Служебной Лестнице Гораздо Быстрее Опять же В мире В котором Мы Живем Все Очень Быстро Меняется И Мы Как Лидеры Часто Оказываемся В Ситуации Когда Реально Не Знаем Что Делать Ну Я Понимаю Что Есть Некоторые Лидеры Которые Делают Такой Вид Что Они В Курсе Что Делать Не Надо Делать Вид Что Ты Все Знаешь Это Выглядит Некрасиво Когда Все Вокруг Понимают Что Ты Ничего Не Знаешь Но Делаешь Вид Что Знаешь Знаете Вот Как Есть Люди Которые Умничают По Любому Поводу Не Знаете Но В Одессе Их Нет Вот В Другой Город Приезжаешь Они Умничают Умничают А ты Понимаешь Что Вот Ты Специалист В этом А Они Бред Несут Некрасиво Поэтому Лучше Не Умничать Вместо Того Чтобы Умничать Или Паниковать Нужно Закатить Рукава И Начать Работать Аллилуйя Чаще Всего Друзья Вот Нечто Гениальное Появляется В результате Упорства И Находчивости Я не буду Вам сейчас Рассказывать Как там Лампочка Появилась И так Далее История Знаем На Какой Лампочке Лампочка Все Таки Появилась Вот Поэтому Многие Изобретения Появляются Именно Так Вот Хорошо Мне надо Сокращать Ваш Успех Друзья В ближайшие Годы Будет Зависеть От Способности Развивать В себе Находчивость Не бойтесь Экспериментировать Не бойтесь Пробовать Не бойтесь Что-то Начинать Это Не страшно Не бойтесь Ошибаться Друзья Не бойтесь Терять Для некоторых Людей Это катастрофа Я что-то Начал И прогорел И что Жизнь Закончилась Нет Нет Сделай Сделай Выводы Проанализируй И двигайся Дальше Это не так Страшно Поэтому Друзья Опять же Можно спросить Можно ли Развивать В себе Находчивость Можно Хорошая Новость В том Что ее Развивать Можно Но плохая Новость В том Что она Развивается Только В сложных Запутанных Жизненных Ситуациях Хочешь иметь Что-то хорошее Добро Пожаловать В реальность Хорош Ныть Включай Мозги В ситуациях Когда мы Экспериментируем Терпим Неудачи Поднимаемся Все повторяем Опять Находим Выход И не сдаемся Пока он Не будет Найден Бог Обязательно Тебя Направит Мне недавно В руки попала Очень интересная Книга О воле Божьей Знаете Как она Называется Делай Хоть Что-нибудь Потому Что У нас У христиан Вместо Хоть Что-то Делать Нам То Расуна Шерсть То Шерсти То Скажи То Покажи То Расскажи То Поведи То Заведи И так Далее И Друзья мои Бог По большому счету Нам сказал Уже Многие вещи Которые Надо Делать И нам Не надо Их повторять Господи Надо ли Сегодня Почистить Мне зубы Это выглядит Духовно Но Тупо Извините За мой Греческий Опять же Рэбби Потом все Поправит Может я Какой-то Грубый Прости Рэбби Все Заделаешь Все Раны Молодец Поэтому Любая Церковь Друзья Помимо Духовных Людей Нуждаются В тех Кто Что-то Делает Нуждается В находчивых Трудоспособных Иначе Церковь Будет Супер Духовная Но В полной Разрухе Для Этого Нужно Выявить Таких Людей Создать Для них Экстремальные Ситуации Привлечь Их К обучению И тогда Произойдет Чудо Меня Спросили Я шел О чем Ты будешь Проповедовать Я шел С банкой Йогурта Чудо Чудо Произойдет Еще Один Пункт Друзья Четвертый Самоотверженная Любовь Очень Важный Пункт Помните Историю Давида Я ее Упоминал В прошлый раз Когда Проповедовал Когда он Победил Голиафа Его Слава Возросла Очень Сильно Так что Царь Саул Начал ему Завидовать И притеснять Его Ему Пришлось Убежать И Собрать Маленькую Армию Которая Состояла Из Мягко Говоря Странных Людей Первое Царство 22 Глава Первый Второй Стих Можете Себе Пометить Почитать Это Не Была Команда Мечты Друзья Все Элитные Ребята Уже Давно Были У Саула При деле Знаете Как Бывает Где Взять Нормальных Людей Давиду Достались Остатки Отверженные Всеми И Вышел Давид Оттуда И Убежал В Пещеру Адаламскую И Услышали Братья Его И Весь Дом Отца Его И Пришли К Нему Туда И Собрались К Нему Все Притесненные И Все Должники И Все Жертвовать Нечего Было И Все Огорченные Душою Страшная Сила И Сделался Он Начальником Над Ними И Было С Ним Около Четырех Сот Человек Я Когда Читал Это Местописание Я Думаю Давид Прости Но Я Не Хотел Бы Там Быть Пастором Но Друзья Мои Давид Обучал Этих Людей Давид Доверял Этим Людям Давид Вдохновлял Этих Людей Давид Дисциплинировал Этих Людей Вот Те Кто Был С Давидом Они Не Чувствовали Себя Просто Мебелью И Просто Какими То Ущерб Ним Что Их Просто Используют Они Знали Что Давид Дорожит Ими И Переживает За Них В Результате Этого Эта Небольшая Армия Глубоко Уважала Давида И Была Предана Ему Это Чувство Вот Этой Преданности Оно Возрастало Среди Этих Людей Помните Когда Давид Сказал Что Хотел Бы Попить Воды Из Колодца И Там Три Человек Пробились И Принесли Ему Воду Это Написано Во Второй Книге Царств 23 Главе Что Сделал Давид Ты Читаешь Это Все Ты Думаешь Давид Вылил Эту Воду На Землю Во Славу Божью Почему Никогда Не задумывались Потому Что Давид Понимал Что Когда Все Эти Люди Собрались Вокруг Него Это Было Сборище Обиженных Разочарованных Злых Оборванцев Но Спустя Время Жизнь Этих Людей Изменилась Они Были Верные Они Были Самоотверженные Лидеры Которые Имели Единство Между Собой И Уважение Друг К Другу Бог Дал Задание Давиду Любить Этих Людей Хотя Они Не Идеальны Они Проблемные И Странные Но Когда Мы Любим Тех Кто Рядом С Нами Друзья Так Как Бог Любит Нас Жизнь Людей Вокруг Нас Меняется Кардинальным Образом Лидерство Это Личное Дело Построенное На Самоотверженной Любви Без Без Любви Лидерство Не Работает Все Вращается Не Вокруг Тебя А Ты Служишь Тем Кто Рядом С Тобой Для Их Успеха И Это Дело Твоей Жизни Если Ты Лидер И Центральным Ядром Лидерства Не Является Только Лишь Видение Стратегия Решение Проблем Это Все Важные Элементы Друзья Но Они Не Центральный Аспект Лидерства Самоотверженная Любовь Всегда Была И Будет Центральным Ядром Лидерства Любовь Имеет Огромную Силу Изменять Людей Даже В самых Сложных Ситуациях Давид Вылил Воду На землю Во славу Божью Зная Что Именно Бог Заслуживает Славы За Такие Потрясающие Перемены В команде Этих Людей Если Бы Не Бог То Не Дай Бог Именно Бог Давал Возможность И Способность Давиду Любить Этих Людей Служить Этим Людям И Это Была Жертва Хвалы Богу За Этих Людей Это Было Почтение Оказанное К этим Людям Этот Случай Повлиял На всю Армию Давида Именно Поэтому Они Были Такими Успешными Знаете Мы Живем Во Времена Когда Очень Многие Лидеры Они Поражены Нарциссизмом Такие Вот Нарциссики Когда Лидеры Настраивают Подчиненных Друг против Друга В битве Кто Больше Потешит Старшего Служителя Или еще Как Мы Живем Во времена Когда Доверие Лидерам В церквях Находится На очень Опасно Низком Уровне А цинизм На неприемлемо Высоком Уровне И этому Нужно Уделять Внимание Есть одна Организация Галоп Которая Проводит Статистику И однажды Они проводили Такую Аналитику Исследование Чем Токсичная Организация Отличается От здоровой И процветающей И оказалось Что это тесно Связано С одним Из вопросов Который Находится Вот в этом Опросе Который Они провели Так вот Вопрос был Такой Ощущают ли Сотрудники Личную Заботу Со стороны Руководящих Лидеров Та Организация Где сотрудники Ощущают Личную Заботу И искреннюю Любовь От руководства Имеет Лучшие Показатели Труда И посвящения Делу Помните Первое Коринфянам 13.8 Любовь Никогда Не перестает Любовь Изменяет Порядок Вещей Хотите Вам Прочитаю Перефраз Такой Перефраз Первое Коринфянам 13.8 Просто послушайте Если я Выдаю Видение Языками Человеческими И ангельскими А любви Не имею То я Медь Звенящая Или кимвал Звучащий Если имею Дар Стратегического Планирования И финансового Прогнозирования Но не имею Любви Я обречен Руководить Хладнокровной И циничной Организацией Если я Решаю Проблемы Моделирую Перемены Распределяю Ресурсы На мировом Уровне Но не люблю Своих Распределяю Организацию И обесцениваю Тех Кто достоин Лучшего Любовь Долго терпит Милосердствует Любовь Не завидует Успеху Других Не ведет Счет Чужим Ошибкам Вместо Этого Любовь Порождает Открытость И доверие Уязвимость И чистосердечность Надежду И оптимизм А теперь Пребывает Сие три Вера Надежда Любовь Но любовь Из них Больше Интересно Не надо Мешкать Чтобы проявлять Любовь И заботу Членам Своей команды Снимайте С себя Профессиональные Регалии Которые Делают Ваше Сердце Холодными К тем С кем Вы вместе Служите Переходите На личный Уровень И Произносите Ободряющие Слова Людям Это Нужно Знаете Вот Я Такой Человек Мне Не всегда Просто Говорить Какие-то Речи Знаете Вот Если мы Бываем Где-то На днях Рождения На свадьбах Там Там Вот Я могу Проповедовать Целый день А где-то На таких Мероприятиях Я не знаю Что сказать Слава Богу За жену И красивая И умная И говорливая Это Сделает Церковь Друзья Более Человечной И духовной А также Создать Мощную Культуру Божьего Царства И Высокую Эффективность Аминь И все Это Начинается С каждого Из нас Начиная Со Старшего Пастора И заканчивая Всем остальным Именно Мы Задаем Тон Всей Общине Последний Пункт Я попробую Его быстро Скомкать Это Четкое Понимание Зачем Это Отдельная Тема Очень такая Хорошая Но просто Пару мыслей Вам закину Четкое Понимание Зачем Когда Речь идет О церкви Нужно Задать Несколько Вопросов Что Как И Зачем Я Объясню Обычно Мы Понимаем Что Мы Делаем И Как Мы Делаем Но Проблемным Вопрос Остается Один Зачем Мы Делаем То Что Мы Делаем Мы Уделяем Первым Двум Вопросам Очень Много Времени Вот Мы На Вот Этом Общении Очень Много На Эту Тему Говорили Теперь Внимание Вопрос Зачем Мы Делаем То Что Мы Делаем Джек Уэлч Однажды Предложил Заменить Слово Лидер На Слово Ведущий Специалист По Смыслу Лидеры Сегодня Должны Не Только Объяснить Что И Как Но И Убедить Зачем Мы Это Делаем Причем Каждого В Отдельности О Да Зачем Нам Жертвовать Не Как Нам Жертвовать Не Для Чего Нам Жертвовать А Зачем Зачем Служить Зачем Оставаться Верными Зачем Вы Делаете То Что Вы Делаете Хороший Вопрос Да Знаете Как Определить Нам Нужно Написать Вот Возьмите Там Лист Бумаги Дома Или Что-то И Напишите Те цели Которые Вам Важны Вашей Жизни И Потом Над Этим Списком Всех Этих Целей Нарисуйте Такой Прямоугольник И Туда Нужно Записать Одно Одно Самое Важное Из Всего Этого Списка Это И Будет Ответ На Вопрос Зачем Я Понятно Объяснил Или Повторить Еще раз Еще раз Повторю Нам Нужно Написать Те Цели Которые Для Нас Важны Все Что В голову Придет И Потом Из Этого Выберите Одно И Напишите Вверху В прямоугольнике Это и будет Ваш ответ На вопрос Зачем Может Вы уже В голове Себе И набросали Давайте Зададим Себе Вопрос Что Находится Наверху Листа На самом Деле Это не вопрос Осуждения Друзья Сейчас вообще Речь не об этом Это вопрос Ясности Потому что Мы часто Обманываем Сами себя Мы себе Говорим одно Но думаем Другое Поэтому Это должно Сделано Быть честно Потому что От этого Будет Зависеть То Куда Вы Движетесь Зачем Мы делаем То Что Мы делаем Что Нами Движет Что Записано В вашем Квадрате Наверху Что Заставляет Вас Быть Лучшим Из Года В Год Что Вами Движет Знаете Что У меня Записано Сказать Конечно Я на эту Тему Тоже Рассуждал То Что Я Делаю Зачем Я Это Делаю Не Что Я Делаю Я Знаю Что Я Делаю Я Пастор Церкви Я Строю Церковь Я Много Что Делаю Я Знаю Как Это Делать А Вот Зачем Что Что Мною Движет Почему Мне Иногда Задут Вопрос А Чего Ты В Мелитополе Сидишь Деревеньки Вопрос Не в том Чтобы Поехать А вопрос Зачем Поехать Можно Сделать Можно Начать Можно Вопрос Зачем И я Для себя Я долго Варил Эту Тему И Я для себя Понял Что Для меня Важно Вот То Что Написано У меня Там Наверху В этом Прямоугольнике Это Преображение Жизни Других Людей А Люди Есть Везде Я могу Влиять На Людей Везде Это Не Просто Вопрос Влияния Чтобы Тебя Кружили И за Тобой Шли Я Долго Рассуждал Над этим Мне Нравится Видеть Как Жизнь Людей У которых Все Было Плохо С Абсолютной Безысходностью Жизнь Этих Людей Меняется Что Кто-то Их Заметил Кто-то В них Поверил Кто-то Им Что-то Дал Мне Нравится Заботиться О людях Мною Это Движет Не потому Что я Классный Пацан Но я От этого Получаю Удовольствие Понимаете Ну у каждого Есть разные Варианты Мы Сейчас Не говорим О плохом О чем-то Мы О хороших Вещах Говорим Сейчас Не о грехах Вообще Говорим И я Себе Это Записал Но Знаете Иногда Это Замыливается Мы Теряем Из виду То Что Должно Быть На первом Месте Поэтому Нам Периодически Нам Надо Корректировать Наше Зачем Возвращаться К этому Вопросу Опять И опять Это Наша Задача Это Суть Церкви Друзья Жизнь Слишком Коротка Чтобы Прожить Ее Без Четкой Цели Найди Своё Зачем И Пророчествуй Это Своему Сердцу И Живи Жизнью Посвящения Тогда Твой Фактор Упорства Будет Зашкаливать Вы Будете Проявлять Энтузиазм И Настойчивость В том Что Для вас Будет Важно Вы Будете Иметь Мотивацию Заниматься Самоанализом И Выкорчевывать Все Что Мешает Вам Достигать Ваша Зачем Удалять Свои Слепые Зоны Потому Что Цель Слишком Важна Чтобы Тратить Время На Саможаление Наша Находчивость Возрастет До новых Высот Так Как Вам Чтобы Сделать Ваше Зачем Чтобы Дойти До тех Целей Которые Стоят Впереди Это Будет Мотивировать Вас Самоотверженно Любить Своих Близких Понимая Их Важность В вашей Жизни Это Поможет Достичь Вам Единства Уважения И доверия Для Достижения Целей Аллилуйя Ребе Сказал Аминь И на этом Мы Закончим